Приветствую вас и отвечаю на ваш вопрос первый, можно ли верить девушке. Я скажу так, что поскольку девушка дала шанс своему мужу, наша жена все-таки любит его, и хочет в итоге быть именно с ним, возле нее как запасной вариант, который она держит, если не будет никаких вариантов с ее мужем. Это означает, что к вам у нее любви нет, вы ее во всем устраиваете, ей с вами хорошо, она чувствует себя с вами прекрасно, но той любви, той нервности, тех чувств, что есть к мужу, у нее нет. И это означает, что даже если мужчина ее обманет, и она будет с вами, то все равно из-за отсутствия к вам искренних чувств, настоящих чувств, в противном случае она не давала бы шанс мужу, как будто он у него был и не один год, и она бы просто сказала, что уходит от него и все. Но она дала ему шанс, потому что она хочет быть с ним. И это тяга ее души, это тяга ее сердца. К вам такого у нее нет. Так вот, даже если она к вам вернется, встретит мужчину, к которому она облюбится, она от вас уйдет. Понимаете, если человек женатый, то при встрече с другим человеком, которого он якобы любит, у него всегда есть выбор. Или тут же сразу уйти от своего супруга и быть с тем новым человеком, которого полюбил. Или, значит, оставаться и с супругом, и с новым человеком. Новым человеком означает, как с любовником. Соответственно, девушка вас воспринимает, как любовника, но думает, что любит. И это не означает, что она вас обманывает. Нет, нет. Она действительно думает, что любит вас. Но раз она дала шанс мужу, то простите, к мужу у нее чувства более истинные, чем к вам. К вам что угодно, только не любовь. Можно ли верить жене? Мне можно верить лишь в том, что вы нужны. Вот вы ей нужны. И она всячески стремится вас удержать. Это факт. И как-то не странно, но так или иначе, уходить от нее вам нужно, если чувствует к ней. У вас больше сил нет. И не нужно в этой ситуации оправдываться детьми. Потому что дети только лишь страдают от того, что чувствуют, что между родителями что-то не так. А если, допустим, вы уйдете, то и вы будете свободны. И детям будет легче. И с ними вы контакта не потеряете. Но, по крайней мере, вы не будете чувствовать, что вы не свободны. Вы будете готовы жить дальше. Вы будете открыты новой жизнью. И это будет прекрасно. Прекрасно. Если вы чувствуете, что с женой у вас все закончилось. Что чувств у вас нет. Что вы не испытываете больше к ней ничего. Но в любом случае уходите. Потому что ничего хорошего брак с вашей супругой вам не даст. К сожалению. Именно так можно ответить на ваши вопросы, которые вы задали. Вы еще, значит, так, писали. Может ли девочка испытывать чувство любви ко мне и одновременно к мужу? Значит, нет. Она не может испытывать одновременно чувство любви к вам и к мужу. Любить можно только одного человека. И, судя по тому, что она на ваш шанс к мужу, она, к сожалению, любит его, а не вас. И абсолютно не сложно сделать вывод, что ей с вами просто более удобно, более комфортно. И вы отвечаете в большей степени ее интересам, как вы их сами написали. И до тех пор, пока ваши интересы совпадают, вы будете вместе. Но если вдруг ваши интересы внезапно разойдутся, то вот тут неизвестно, как она себя поведет. И, судя по тому, что она делает, скорее всего, если ваши интересы разойдутся, она с вами не будет. Потому что не сложно представить себе ее мысли. Муж не давал ей того, чего она хочет, но она его терпела. Не важно почему терпела. Вы, если ваши интересы разойдутся, опять-то получается заставить ее терпеть что-то. Я начинаю подумать дальше. Меня будут терпеть опять со сначала. Я начинаю до того, кто будет полностью отвечать моим интересам более плотно, более слажен. Поэтому девушка, к сожалению, смотря ни на что, доверие не заслуживает. И дело здесь не в том, что она специально так себя ведет. Это самое главное, что вам наступает. Она искренне верит в то, что вам говорит. Но, как бы, правда заключается в другом. Как вам стоит вести себя с девочкой? Ответ на этот вопрос можно дать так. Полностью рвать с ней общение было бы слабостью. Продолжать стремиться к близости было бы знаком того, что вы себя принижаете и унижаете. И она, по сути, сказала вам, что вновь хочет быть с мужем. Поэтому оптимальный вариант держаться на расстоянии и общаться как друзья. Не подпуская ее близко к себе, чтобы она не говорила. Если она скажет, что готова развестись с мужем и подала на развод, что в этом случае делать решать вам? Рекомендовал бы еще раз с ней поговорить, обсудить ее чувства к вам, что она чувствует, кого она в вас видит. Чтобы убедиться в том, что вы для нее не средство для осуществления своих интересов, а именно сама цель. То есть, как мужчина, вы для нее являетесь основной целью, а не ее интересной. И если она сможет вас в этом убедить, то тогда она в ваше счастье. Но из того, что написали вы, она видит вас лишь средство для достижения своих целей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Спасибо.